Я снова рад приветствовать тебя дорогой друг канала Техноарена. В этом выпуске я собрал лучшие модели смартфонов на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. На первое место рейтинга становится Xiaomi 14 Ultra. Разработчики сразу же акцентируют наше с тобой внимание на уникальном дизайне, придающем смартфону сходство с фотоаппаратом. На задней панели виднеется огромная круглая линза с модулями основной камеры. Каркас сделан из прочного авиационного алюминия, а стекло накрыто защитной Xiaomi Shield Glass. В живой природе встречается в двух расцветках – белый и черный. Дисплей большого размера в 6,73 дюйма, матрица AMOLED с технологией LTPO, которая позволяет гибко регулировать частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц. Таким образом, можно обеспечивать плавность в том виде контента, который этого требует. Подвижный и динамичный, и наоборот использовать меньшую частоту для статичных сцен. Под уже упомянутой круглой линзой скрываются целых 4 объектива, каждый по 50 Мп. Разработаны они совместно с компанией Leica, одним из лидеров в производстве оптики для камер. Модули представляют из себя широкоугольные и сверхширокоугольные объективы, а также две разновидности телефото с оптическим зумом. Оптическая стабилизация тоже присутствует. В общем, как уже наверное понятно, смартфон серьезно настроен на создание качественных фото и видео. Соответственно, предусмотрена целая гамма различного программного инструментария для этого. И портреты, и макросъемка, и фильтры с эффектами, и редактирование на лету, и многое другое. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 гарантирует высокую производительность как для игрушек, так и для оперативной обработки данных при взаимодействии с камерами. В природе практически не существует задач, с которыми бы он не справился. Питает все это дело батареей емкостью 5000 мАч. Заряжает ее быстрая проводная зарядка мощностью в 90 Вт. Нагоняет 100% чуть более чем за полчаса. Беспроводная тоже достаточно мощная – 80 Вт. Из дополнительных фишек стоит выделить надежную защиту по стандарту IP68. То есть смартфон готов искупаться в воде без каких-либо последствий. Обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Если в процессе просмотра ты найдешь модель себе по вкусу, то сразу же беги в описание, там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место попал Honor Magic 6 Pro. Сразу стоит отметить, что этот смартфон собрал ворох наград в GXOMark, в том числе за основную и фронтальную камеру. Дизайн задней панели с ярко выраженным островом с модулями камеры намекает нам на то, что и этот смартфон имеет очевидный уклон в съемку фото и видео. Всего модулей у основной камеры три – 50, 180 и еще 50 Мп. Тот, что на 180 – телефотообъектив оптическим зумом 2,5 крат и цифровым зумом 100 крат. У фронтальной камеры объектив для съемки установлен один на 50 Мп, но всего модулей два. Второй является 3D-датчиком глубины и помогает основному ловить фокус и контраст. Естественно, что и программное обеспечение здесь тоже максимально заточено под простое и удобное создание самых разнообразных видов фото и видео. Плюс практически везде работает искусственный интеллект. То тут, то там улучшающий качество. Наш знакомый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и здесь проявляет себя во всей красе, просчитывая многочисленные процессы, максимально эффективно. Дисплей здесь тоже большой, размером 6,8 дюйма, построен на матрице OLED с LTPO. То есть имеет адаптивную частоту обновления с 1 до 120 Гц. Батарея установлена емкостью 5600 мАч. Быстрая зарядка на 80 Вт предлагается. Также, как и предыдущий смартфон, этот тоже защищен по стандарту IP68, не боится ни пыли, ни воды и даже готов недодолго занырнуть на небольшую глубину. Стоит модель около 85 тысяч рублей. Обязательно подпишись на канал Техноарена, чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров из мира техники и электроники. А еще поддержи меня своим лайком и комментарием. На третье место попадает Samsung Galaxy S24 Ultra. Разработчики гордятся внешним видом смартфона и особенно тем, что часть его изготовлена из самого настоящего титана. И снова мы с тобой встречаем большущий экран размером 6,8 дюйма. Опять же, это LTPO AMOLED с очень приятным разрешением 1440 на 3120. Модулей у основной камеры 4, 200, 10, 50 и 12 мегапикселей. Десятикратный оптический зум и оптическая стабилизация имеются. В просчитывании и создании фотографий и видео участвует искусственный интеллект. Вмешивается в редактирование, в различные режимы типа ночной съемки или замедленной. Но вообще самых разнообразных инструментов для работы с фото и видео здесь тоже очень много. Кроме того, искусственный интеллект задействован в принципе во многих функциях смартфона. Например, можно использовать его как переводчик в реальном времени. Или выделив объект на экране, найти его описание в интернете. Процессор, конечно же, справляется со всеми возложенными на него задачами. Батарея здесь установлена емкостью в 5000 мАч. Быстрая зарядка тоже есть, но самая маломощная среди остальных в рейтинге – 45 Вт. Купить смартфон можно примерно за 91 тысячу рублей. Четвертое место достается ZTE Nubia Red Magic 9 Pro. Этот смартфон в первую очередь ориентирован на мобильный гейминг. Выглядит немного угловатым и рубленным. Имеет строгие грани и в основном прямые формы. Дисплей большой, размером в 6,8 дюйма, с комфортным разрешением. Интересно, что глазка фронтальной камеры не видно, потому что она находится под дисплеем. Вычислительных мощностей процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 более чем достаточно для комфортной игры в современные игрушки. Хитрая многослойная система охлаждения не позволяет корпусу нагреваться. Также для удобства геймеров на одной из грани есть дополнительные сенсорные курки для расширенного управления в некоторых играх. Батарея стоит в большой емкости – 6500 мАч. Быстрая зарядка, конечно же, имеется 80 Вт. Различный предустановленный софт для оптимизации и калибровки игрового пространства тоже присутствует. Стоит смартфон около 86 тысяч рублей. На пятое место попал OnePlus A3 Pro 5G. Производитель особым образом никак не позиционирует этот смартфон. Он скорее универсален и подойдет любому пользователю для решения любой задачи. Выглядит симпатично, грани корпуса немного загнуты. Благодаря флагманскому процессору производительность высокая, что позволяет и комфортно играть, и обрабатывать фотографии и видео. Оба типа памяти и встроенной, и оперативной – современные, помогают процессору делать систему отзывчивой и плавной. OnePlus заколлаборировали с Genshin Impact, так что эту игру смартфон точно потянет в комфортном режиме. Экран здесь установлен большой, с адаптивной частотой обновления. Батарея 6100 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт. Обойдется примерно в 61 тысячу рублей. На шестое место становится Nubia Z60 Ultra. Внешне смартфон немного похож на своего собрата, который уже встречался нам ранее в рейтинге. Такие же строгие и прямые формы – монолитный дисплей без глазка фронтальной камеры. Размер дисплея составляет 6,8 дюйма с разрешением 1116 на 2480. Мощности процессора вполне достаточно практически для любой задачи. Емкость батареи отходит от стандарта и составляет 6000 мАч. Быстрая зарядка мощностью 80 Вт нагоняет 100% примерно за 40 минут. Стоит модель около 54 тысяч рублей. Завершает рейтинг Asus Zenfone 11 Ultra. В целом в дизайне корпуса приметного мало. Разве что дополнительные декоративные полосы на спинке и явно выделяющийся прямоугольный блок камер. Он никак не стилизован просто выглядывающий блок. Модулей камеры стоит 3, 50, 32 и 13 мегапикселей. У фронталки 32 мегапикселя. Есть оптическая стабилизация и трехкратный зум. Мощности железа, конечно, хватает на все. Дисплей в этой модели тоже огромный – 6,78 дюйма. AMOLED-матрица с адаптивной частотой обновления. Емкость батареи 5500 мАч. Есть быстрая зарядка мощностью 65 Вт. Обойдется примерно в 68 тысяч рублей. Если в процессе просмотра ты нашел подходящий для себя смартфон, то загляни в описание. Там есть все необходимые ссылки плюс промокод. Подпишись на канал Техноарена и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь и жду в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok